Данное изображение было полностью создано в такой программе, как Blender. Согласитесь, выглядит крайне реалистично. И если вы мне не верите, вот вам прямое доказательство того, что это действительно так. Моя задача сделать красивую картиночку-пастерочек, как я делал это в SFM. Ваша задача, ну не знаю, может быть поставить лайк, может быть подписаться на канал. В честь конкурса из моей группы ВК, который уже скорее всего закончился, я буду делать ремейк этого кадра из моего же видоса. Я нанял на фивре художника-концептера, который набросал мне примерную композицию и скетч для работы по референсу. Результатом я удовлетворен, можно приступать. Первым делом произвожу поиск референсов для пост убегающих солдатиков на Пинтересте в мультяшном стиле. Готово. Далее на OpenTradalab нахожу окружение из второго резика. Длинный светлый коридор с высокими потолками. Но это песня не иначе. Это целый альбом, я бы даже сказал. Скачиваю. Но теперь пришло время блендера. Помогать мне в этом нелегком деле будут два гуру данной программочки. Первый. Новок. Он же Джо. Так, так, а как тут? А как мне, как вот выбрать? И вот как мне, как тут? Вот, а как? Стрелочкой вот нажимаешь, она. Пацан, да я уже наш мастер блендера. Да, да. Ты видишь, как исполняю? Блин, это вообще круто. Я не знаю, я прям, это вообще круто. Как мы видим, в считанные секунды под влиянием этого мужчины я познал блендер. Все просто. Теперь дело за малым. Сделал все остальное. Я импортировал сцену Салдафоныча. Немного пропрактиковался в эдит моде. Позырил на разные рендер движки. И пришло время с другим ментором увеличить сцену за счет двух разных кусков карты. С небольшими корректировками. Второй гуру блендера оказался не таким терпеливым и снисходительным, как первый. Санек, слышь, а вот как вот если... Сука ты конченая! Послушай меня, пожалуйста. И гандом, блядь! Я просто хочу... Козлина ты, ебаная, блядь! Понял? Да понял я, все, понял. Все, Санек, успокойся. Сучара, блядь! В итоге сцена увеличена, но на итогов вариант постера она абсолютно никоим образом не повлияет. Потому что ее практически не будет видно. Пришло время добавлять сцену персонажей. И очень скоро я понял, что с данными жучками трюк этот явно не прокатит. Во-первых, у спортсмена нет ИК Рига, который позволил бы мне с легкостью сделать позу. И вместо клоунства, которое было первоначально написано у меня в сценарии, давайте я вам конкретно раскидаю по фактам. Слушаем. Записываем. Риг это, по сути, скелет внутри модельки, с помощью которого, двигая кости, вы задаете ему позу. ИК это инверсная кинематика. Тип скелетика, который позволяет брать последнюю кость конечности, например, руки, и двигая ее, автоматически менять все предыдущие кости конечности. Как мы видим, очень удобно. У этой модельки, например, Эвкарик. То есть, прямая кинематика. Здесь для того, чтобы сделать позу руки, нужно начинать с самой первой кости конечности. В новом случае, получается вот такая история. Умники и умницы, исправьте меня в комментариях. Самым идеальным примером будет это, если я захочу посадить персонажа. В Эвкарике стоит только потянуть за одну косточку, и вот все песни. В Эвкарике надо чудить какие-то кошмары, чтобы по итогу персонаж еще и был оторван от пола. Такой никуда не годится. А поэтому Санек создал риг этому дядьке. Я уже закинул референсную картинку и начал позить. Ну что-то там мне, короче, не понравилось, а поэтому... Все с того же Open 3D Lab'а были захвачены модельки солдатиков САС из Калу-Ру-Ру. Вот это уже аргумент. Примерная поза была создана буквально в мгновение. Затем все так же, но уже по другому рефу, я набросал позу второму солдже-бою. Немного подправил ее для большей, так сказать, реалистичности. И в итоге сдвинул этого бобеса за кадр, чтобы было видно только, как он пятками сверкал. А мужичку на его месте сделал позу по вот этому вот референсу. Для него уготовлена особая участь в этой пьесе. Ну, поставил четвертого спортсмена сбоку, пущая догоняет. Солдатычу на береднем плане добавил в руку пистолет, привязал его к ручищу, чтобы можно было двигать руку, а песик следовал за ней. Небольшие исправления в позах и... Да е-мое, ну опять оно зависло, а? Ну что за программа? Вот мне просто делать нечего, кроме как сидеть и ждать, пока оно отвиснет. Ну молодой человек, ну куда, ну куда ты прешься, а? Мы тут записываем вообще-то. Смотри, что-то с кармана выпало. Ты видел? Ты вдал, у него выпало что-то. А что оно, что оно вот это рычит-то? Ты слышишь? Пока, ну! О-о-о-о! Так это MSI GP66 Leopard! Это ж вообще... Так, а ну! Зверь, е-мое, зверь, в самом деле! Ей-богу! Чего ты начинаешь-то, а? Давай по-нормальному пообщаемся, познакомимся. Молодец! Этот парень, этот парень, реально. Слушайте, что мне рассказал. 15,6 дюймов монитор. Разрешение 2,560 на 1440 пикселей. Частота обновления 165 Ерц. На секундочку! Процессор Intel Core i7-11800H. 8 ядер. Можно достигать до 4,6 ГГц в турбо-режиме. Это просто самолет! Видеокарта в данном звере RTX 3070 на 8 ГБ с энергопотреблением 140 Вт. Да ты шо! В игрулечках, в программочках на максималочках. Ультра настройки графики RTX 16 гигов оперативки DDR4. Но сюда еще можно самостоятельно установить до 64 ГГц оперативки. Также тут M.2 SSD диск на 512 ГГц. Но если вам этого мало, можно установить самостоятельно до 4 ТБ памяти. Клавиатура SteelSeries сверкает как новогодняя елочка с индивидуальной настройкой клавиш. Тачпад, посмотрите какой он огромный. Wi-Fi 6, крутая аудиосистема и еще огромное количество всяких крутостей и классностей. А поэтому переходите по ссылочке в описании и лутайте данный мега-девайс. Я делаю все к блендеру. Вшло время шурупа данной передачи, мутировшего солдата Романа. За основу ляжет Немезида из ремейка третьего резидента Ивола 3. Александр нашел в интернет-пространстве очень интересную модельку. У которой, я думаю, было весьма необычное предназначение. Но самое главное, что у нее есть и корик. А поэтому я добавляю дядьку в сцену, делаю ему позинг, не забываю про автомат в руке убегающего, и делаю предпросмотр рендера в Сайклс. Сайклс-движок это, если что, RTX, как в игрушечках. RTX, графика, освещение там все. Согласитесь, выглядит уже довольно неплохо. Добавляю два трупика на фоне, и пора бы сделать из Немезиды мутировшего солдата отряда. Так, тут у меня дальше в папке с записями забавный переходик из Носранос. Я когда смотрел, улыбнуло реально. Вот честно, решил записать, поделиться с вами, ребят. Короче, дальше я не без проблем скопировал шлем с одного солдата и закинул его на головешку Немезиды, естественно увеличив его. И с помощью кривых сделал одежду не такой темной, чтобы она выглядела как форма солдатиков. Затем мы с ногом попытались на мужичка надеть борни-жилет, но вот по чесноку скажу, выглядело это очень странно. А поэтому... Короче, давай настроим сразу, чтобы ты, когда хочешь, будешь шлюить. Все, что произошло после этих слов, до сих пор остается для меня загадкой. Но я каким-то образом под руководством Новака и с помощью фотошопа замазал все желтые значки и убрал заклепки на спортсмене. Добавил ремень и наколенники, и в целом выглядит уже весьма убедительно. А след от выстрела пистолета добавил красок сцене и подчеркнул ключевые элементы. Осталось добавить пятна и лужи кровушки, и в целом можно рендерить. Кровопотери было решено добавить с помощью виксель-бриджа. Это, если что, настоящий аргумент. Приложение с 3D-ассетами, текстурами и декалями, которые можно за секунду скачать и экспортнуть в Блендер. По поиску BLEAD было найдено следующее. Беру, ёпта, добавляю, ёпта. И в самом конце, как вишенку на торте, добавляю глубину кадру с помощью кубика, на который накинут эффект Volume Scatter, который создает приятную дымку на фоне и задает фокус на передний план. Когда вы делаете какой-нибудь пейзаж с большими расстояниями, то добавлять такой фок на фоне является первостепенной необходимостью, если вы хотите передать глубину кадра. В ином случае у вас может получиться вот как GTA San Andreas Definitive Edition. Значит, данное явление называется «Атмосферная перспектива». В моем же случае я добавил фокус исключительно с художественной точки зрения для стилистического приема. И в самом конце, естественно, необходимо сделать финальный композитинг. Подправить косячки, добавить эффектики, моушн-блюрчики, сделать светокоррекцию, и тогда уже работу можно считать завершенной. И вот финальный результат. Для первой работы в Блендере я считаю очень хорошо. По итогу могу сказать, что программочка на удивление удивительная. За время создания этого ролика я сделал еще вот такие вот картиночки прикольные, уже гораздо быстрее и где-то даже качественнее. Поэтому всем настоятельно рекомендую перекатываться в Блендер. Пишите комментарии, делайте ли мне еще видосы по Блендеру. И напоследок зацените анекдот, ребята. Два мужика, еду с романом.